В Европе есть две страны, которые помогают максимально в абсолютных цифрах. Это Германия и Великобритания. Они предоставляют ключевую помощь танки, САУ, дроны, снаряды, ПВО, умные мины, средства радиоэлектронной борьбы. Это краеугольный камень успешных действий ВСУ. Серьезные суммы Лондон по состоянию на осень прошлого года предоставил помощи на 12 миллиардов, Берлин – на 20, и на 2024 год все выглядит тоже довольно неплохо. Германия обязалась поставить вооружений, техники и амуниции на 7,6 миллиардов евро, Лондон – на 2,5 миллиарда фунтов, плюс различные фонды, включая деньги частников. В процентах ВВП по-прежнему лидируют страны Балтии – более 1%, и Польша – 0,7%, которые сильнее всего ощущают угрозу от российского империализма. Если учесть, что годами США требовали от союзников по Альянсу нарастить расходы на оборону до 2% ВВП, то это действительно большие средства. Франция предоставила Украине помощи на 8 миллиардов долларов, однако для нее это всего 0,05% ВВП. Сравним, для Германии этот показатель составил 0,27%, и он растет. Бесспорно, французы тоже передали критически важные для нашей обороны средства – батарею Самп-Т, один из четырех комплексов противоракетной обороны Киева, радары, средства РЭП. Во Франции хорошая электроника. Но Франция имеет достаточно серьезный арсенал, большие запасы и мощную промышленность. Нам, несомненно, хотелось бы больше, учитывая потребности. И, видимо, все очень скоро может измениться. Причин достаточно. Здесь и извечная конкуренция с Великобританией, которая, выйдя из ЕС, формирует свою коалицию с сильным историческим влиянием на северные страны и Польшу. Помощь Норвегии во Второй мировой и оборонный договор с Варшавой. Британия указала в своей оборонной доктрине действия к востоку от Суэца. Франция подписывает договор с Австралией о совместном использовании баз в регионе. Именно так это работает даже в 21 веке. Здесь и заявление Шольца, что необходимо больше помогать Киеву. И то, что ЧВК РФ действует в регионах Африки, которые исторически находятся в орбите интересов Франции. И то, что французская промышленность набирает обороты и также хочет жирных контрактов. Бельгия, Литва и Дания уже заказывают больше САУ Цезарь МК-2. Тем более впереди маячит крупный заказ для армии Франции на 350 миллионов евро. 109 установок Цезарь МК-2, а это значит излишки из наличия, которые пойдут на вторичный рынок. За последний месяц объявлено углубление артиллерийской коалиции от Парижа. 78 Цезарь и 3000 снарядов к ним ежемесячно. Цезарь за счет удвоения, а в планах и утроения, производства, использования трех разных шасси и запасов сертифицированных высокоточных снарядов к ним могут быстро насытить силы обороны артиллерией. Также Париж заявил, что поставит 40 крылатых ракет «Скальп». Их активно применяли в боях в Ливии и Ираке. В Украине средства доставки тоже показали себя прекрасно. Уничтожили командный пункт РФ вместе с генералом, тяжело повредили подводную лодку в доке, выбили не одно расположение в Луганске и Бердянске, разобрали на молекулы большой десантный корабль. Ракеты массово применяли по Керчи, Феодосии, Севастополю, Бельбеку, весь Крым в зоне покрытия. Вместе с британскими «Шторм Шэдоу» – это несколько десятков пусков, возможность выбивать батареи ПВО, склады, пункты управления аэродромов, суда, длинная рука для украинских ВВС. Во время последнего удара по Бельбеку поражены РЛС. Целью были не самолеты, а радиотехнические войска и управление. Мы ослепляем оккупанта, лишаем управления полетами над Северным Крымом и уничтожаем батареи ПВО-прикрытия. Управляемые бомбы ААСМ «Хаммер» – это спецкомплект, который одевают на обычный чугун, что превращает его в высокоточный. За счет двигателя эти французские изделия становятся намного дороже, но и летят значительно дальше одноклассников. Со средней и большой высоты можно запускать 250-килограммовую бомбу до 70 км, а это вне зоны действия большинства пусковых ПВО ближнего и среднего радиуса. Дальние пусковые ПВО в момент пролета проще забить помехами, обстрелять ХАРМ против РЛС и не дать навести ракету лучом. Кроме спутника и инерционной системы, есть изделия, корректируемые лучом лазера, идеально по движущимся целям и для работы по колоннам, которые разворачиваются в боевые порядки. В заказе более 2500 штук, поэтому несколько сотен, которые пообещал Париж, вполне подъемные цифры. 50 штук в месяц, 600 в год. В качестве поддержки на поле боя, изоляции, прорыва нескольких опорников в секторе, возможности ударить по мостам и путепроводам. Франция передала две дополнительные установки LRU M270 – огневой взвод. У Парижа в наличии три десятка немодернизированных, так что, возможно, это не последнее. Причем провели модернизацию прошивки и программного обеспечения, плюс капремонт и бронирование. Эти реактивные системы были спроектированы как раз для такой войны, с большим количеством слабозащищенной техники, у которого сзади хвост из небронированных машин. 12 227-мм ракет или два ОТРК малой баллистики отлично секут тылы и оставляют наступательные части без снабжения даже неуправляемыми снарядами. А с высокоточными ракетами – это отличное средство контрбатарейной борьбы, пилюля от машин РЭБ и узлов связи в тактическом тылу. Французские артиллерия РЛС, высокоточные бомбы дальнего радиуса с двигателями, реактивная артиллерия, крылатые ракеты – то, что необходимо для сил обороны. Тяжелое современное оружие, которое дает техническое преимущество, рабочий инструмент в войне против рашистских захватчиков. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова